Дамы и господа, здравствуйте! Наш объект Красное Село 3. Одноэтажный дом из газобетона, 9 на 11 метров его габариты, 83 квадрата полезной площади, две жилые комнаты, кухня-гостиная с потолком по стропилам и терраса 27 квадратных метров, которая сейчас в кадре. Идет третий этап стройки. Этот дом нам достался в виде готовых стен и готовой монолитной плиты. То есть на плите, уже сделанной до нас, стояли стены без крыши, без фронтонов. Вот на фотографии можно посмотреть. Поэтому работы здесь шли в несколько приемов. Сначала заехала бригада каменщиков, доделала кладку, фронтонные сделала стенки, сделала кровлю. Потом заехали бетончики, сделали стяжку с теплым полом. То есть фактически превратили плиту в УШП, грубо говоря. И сейчас идет третий этап. Делаем фасад, ведем внутренние работы. Фасад фиброцементный сайдинг дековер. Нам с вами уже знакомый аналог кедрала. Аналог, я говорю, скрипя сердце слегка, друзья. Конечно, это не совсем то же самое. Хотя материалы чем-то, ну как сказать, это одно и то же вроде бы. И то фиброцементный это, но это не одно и то же, потому что качество у них немножко отличается. Вот, что я хотел сказать. Дом построен из газобетона D500. Толщина стен 300 миллиметров всего лишь, поэтому применено дополнительное утепление. Минеральный ватый Rockwool. Специальная фасадная вата с более плотным внешним слоем. Она монтируется прямо на стену с помощью парашютов. Пластиковые такие зонтики. И не требует дополнительной ветра, влага, защиты. Потому что не продувается. Ну и под вентфасадом, в принципе, там нет большого сквозняка. Давайте поглядим поближе. Видим, что идет 100 миллиметров ваты слой. Дальше металлическая подсистема. Вот, и на эту подсистему прикручен дековер. Все как обычно. Монтаж елочкой. То есть идет внахлёст. Каждый следующий раз идет внахлёст. Ну вот, можно еще поближе, еще поближе заглянуть. Вот этот вот слой, он плотный. Не знаю, насколько это видно на ролике. Но, в общем, он не продувается. Он действительно на ощупь жесткий. Вот так вот выглядит изнанка фасада. Оконные проемы пока не отделаны. Поэтому мы с вами это все и можем посмотреть. Давайте также поглядим, что у нас внизу. А внизу у нас перфорированный профиль. Кедраловский, кстати. Который защищает наш лентозазор от проникновения грызунов. Дальше торчит отлив. Ну и там же еще есть стартовый профиль, который с этого угла дома не видно. Давайте прогуляемся к углу противоположному. Просто чтобы лучше рассмотреть этот узел. Тут все как-то более доступно. Конечно, мы с вами уже это видели и раньше. Но все-таки вот в таком виде стартовый профиль я еще не показывал. Вот только в составе уже готового фасада. В общем, вот эта планка монтируется под первый ряд дековера. И должна задавать ему правильный угол наклона. Ну, по факту не задает, потому что профиль этот не подходит. Это я уже тоже рассказывал. Вот это перфорированный профиль, который крепится снизу, перекрывает лентозазор, не дает туда проникать мышам. В данном случае у нас не совсем стандартная конструкция, поэтому перфорированных профилей там два. Можно так выразиться. Вот посмотрите, видите, чтобы перекрыть полностью низ и утеплитель, смонтирован он в два этажа наизнанку. Надеюсь, что что-то понятно, что я имею в виду. То есть один смонтирован уголком кверху, а второй уголком книзу. И получается, что у нас мышь не проберется в утеплитель. Почему он не смонтирован ниже, наверное, будет понятно дальше по конструктиву терраса. Сам пока до конца не понимаю, если честно. Ну и в общем вот сильвер. Сильвер, этот цвет, наверное, мне кажется, самый лучший цвет для эндековера. Учитывая то, что в комментариях люди писали, что на нем могут появляться высылы. Какие-то некрасивые, некрасивый налет может появляться на нем со временем, особенно зимой. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот то, что я пытался описать в своей заметке на Дзене. На фотографии укладывал, видите, идет нахлёст, нахлёст, все ровно-ровно. И вот нижняя доска, она, ну, еще раз, да, вот смотрите на наклон нижнего края нижней доски. Вот он, раз. И вот следующее. То есть, ну, понятно, что угол, под которым стоит нижняя доска, отличается от угла, под которым стоят доски все остальные. Сейчас два шага назад. И вы точно поймете. Вот. И этот нижний угол, он такой ровно из-за геометрии стартового профиля, который, судя по всему, копировали с кедрала бездумно. Ну, и получается, что когда крепятся наличники, этот профиль мешает. Вот, друзья, ну, это, не знаю, как с этим быть. Как-то так производителя не позаботился о потребителях своих. Наверху монтируется сейчас подшивка деревянная с весов. Причем тут сделан оттоп, пока сказать не могу, я так надеюсь, это не окончательный вариант. Хотя, возможно, зазор оставлен специально для вентиляции. Надо будет свериться с проектом. Под подшивкой монтируется сетка от насекомых, чтобы в вашем чердаке что-то пространство не поселились осы или какие-то другие неприятные мухи. Ну, это не обязательно, но лучше делать так. И давайте зайдем внутрь дома, посмотрим, что происходит сейчас в качестве внутренних работ. Открываем временную дверь и попадаем в коридор. В коридоре кипит работа, на стенах стоят маяки для нанесения штукатурки. Работает штукатурная станция на объекте. Вот она. Штукатурку наносим здесь с помощью штукатурной станции, потому что стены не очень ровные. Напомню, что делали эти не очень ровные стены не мы, поэтому волма-слой ультра здесь не подходит. Так, переключаемся на угол пошире. Мы сейчас находимся в спальне. Спальня 16 квадратных метров. Одна стена уже готова, одна стена не готова. Еще одна стена, где окна тоже готова. Короче, процесс идет. Дальше здесь большой аппер-холл, который плавно переходит в кухню-вая стену. Сейчас входная дверь. Справа котельная. Слева будущий кабинет. Ну или еще одна спальня. 9 квадратных метров. На потолке стоит металлическая подсистема для крепления и обшивки. Потолок пороизолирован. Утеплен, естественно, перекрытие. Утеплен, а здесь вот будет стоять люк, складная лестница на чердак. Постараюсь никому не мешать, поэтому быстренько-быстренько посмотрим, что происходит. И отсюда благополучно свалим. Так, отошел я в угол кухни-гостиной. Вот у нас та стена, которая выходит в сторону террасы. Здесь наверху дополнительное окно. Здесь 25 квадратных метров. И здесь еще пока штукатурки нет. Все к этому идет штукатурим-кнауфом. Вот здесь целая куча мешков. И вот так выглядит помещение целиком прогуляться с конца в конец. Тоже стоят маяки на всех стенах. Вся электрика разведена. Коммуникация для будущей кухни. Вентиляция с конденсат отводчиком. Вода-розетки. Здесь будут выключатели, то есть в стену. В стене сделаны штробы, в которых проложен кабель. Ну и вот. Это и есть третий этап внутри дома. То есть подготовка его к чистовой отделке. По поводу маяков. Можно глянуть, да, как вот для выравнивания стен. Как это выглядит в данном доме. Видите? Ну очень приличный получается. Приличное расстояние от стены. Ну потому что. Потому что вот так вот, чтобы выйти в уровень, нужно. Нужно делать. Толстый стоящий скатурки будет. Конечно, в тех домах, что строится из газобетонного СССР. С помощью станка. Все, покладки. Как-то повеселее. Здесь собрано на обычный клей. Ну, короче, заказчик-квадрядчик сменил в процессе строительства. Надеюсь, что об этом не жалеет. Так что вкратце все об этом доме я быстренько рассказал. В описании будет ссылочка на планировку этого дома. Можно посмотреть фотографии точно так же. Фотографии предыдущих этапов работ. Ну, а я покидаю объект, чтобы не мешать никому работать. Вам всем спасибо, что смотрели это видео. И задавайте ваши вопросы в комментариях. Всего доброго.